Здравствуйте! Сегодня мы с вами наконец-то посадим лабелию. Лабелию я буду сажать вот в такие кашпо, но с учетом того, что у меня в коршочке посажено было изначально 5 гранул, в которых было по несколько штук. Это профсемена, и кустики достаточно шадристые. В каждом драже было несколько семян, не скажу точно сколько штук здесь, потому что здесь их достаточно много. И если вдруг потом в середине лета мы увидим, что нашему растению мало места, а как мы это определяем? Я просто переворачиваю ком, делаю вот такие движения аккуратно, чтобы не сломать кашпо, переворачиваю, смотрю на корневую. Если я вижу, что корневая сильно забита, то, конечно, если это июль месяц, то, конечно, я пересаживаю такие растения в больший объем. Для посадки лабелий я буду использовать торф и обычную садовую землю. Торф у меня кислотностью 5,5-6,5 верховой. Торф очень хороший, и всегда сажаю в него и питунью, и вообще все я в него сажаю. Сейчас открываю новую кипу, потому что у меня уже все закончилось. Будем перемешивать с обычной садовой землей и наполнять наше кашпо. Никакие удобрения пролонгированного действия я в лабелю добавлять не буду. Вот такой рыхлый торф я использую. Посмотрите, какой он пышный, хороший. Для растений самый тонкий. И овощи я выращиваю в нем, и выращиваю в нем цветы, добавляю при посадках майских на ПМЖ для всех растений. Все, мы перемешали. Сейчас я добавляю в свое ведерко, в котором у меня уже, смотрите, обычная черная садовая земля. Так, я делаю ямку, устанавливаю сюда лабелию, одну, потом сразу вторую. Вот видите, корневая какая. Так, видите, она до дна еще не дошла. Ну, лабелий, поэтому и лабелия, потому что не такой уж большой объем ей нужен, как, например, петуния. Так, вот устанавливаем. Так, неудобно мне тут маленько. И затем подсыпаем грунт. Обязательно утрамбовываем. Горшочки потом можете еще раз помыть. Обелию немножко полили, подождали. Она встанет, ничего страшного с ней не будет. Можно немножко, я не люблю грязные листики после посадки, я всегда их немножечко так вот убираю. Вот эту всю грязь с горшочков, чтобы были чистенькие. И листики, чтобы были все чистенькие. Видите, что они вот так вот к земле прижимаются. Вот так вот стряхивают. Вот так выглядит лабелия в кашпо, вблизи, посмотрите. Все с ней хорошо, листики чистенькие. Можете уже оставлять на улице, потому что заморозков не планируется. Но обязательно тоже проверяйте прогноз погоды. Если боитесь, то убирайте куда-то, либо домой, либо заносите куда-то в какое-то строение. Ну, а на этом все. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok